Приветствую вас, Елена. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы пишите, я выявила у себя две психологические проблемы с детства. Первая. Моя мама вставала на стороне обидчиков, когда после школы я езжал в лоб на учителя, или оценку, которую мне поставили, или ещё что-то мне хотелось поддержки, а во-первых я слышал, что учителя всегда правы, что вам надо памятник при жизни ставить, все зато что они вас учат. Я помню, что у вас здесь обидно мама, в принципе, обидно, собственно, у вас стекотит. Ну, это вполне нормально, что обидно вас стекотит, потому что это негативные чувства в детстве особенности. То есть, ну, вы хотели и рассчитывали на поддержку, да, а вам как бы давали немножко вот не то, да. И, как бы, такое, вроде как, может быть, ну, протестное что-то было в этом, то, что снова и снова требовать от мамы, ждать от неё поддержки, хотя я уверен, я уверен, что вы знали, что, ну, мама, скорее всего, не способна просто дать вам то, в чём вы нуждают следить за обиды, вот. Здесь негатив к учителям, к оценкам, вот. То есть, почему-то такое вот, у вас как бы застрённое внимание на оценках, то есть, оценки для меня важны, вот. И я бы здесь, конечно, подумал бы на эту тему, почему вам хотелось, в принципе, жаловаться на учителей, да, вот. Может быть, причина в том, что вам хотелось таким образом получить поддержку от мамы. А поддержку вы от неё не получал, не получал. А от другого способа получить ту же самую поддержку вы, может быть, не знали. Ну, то есть, у вас не было, не было другого способа. То есть, тут ещё важный момент, что вы крайне, ну, болезненно реагировали на плохие азы. Плюс обиды на маму, которая, ну, не выражена, очевидно. Ещё были какие-то ситуации по принципу, что сама виновата. Мама сама говорила, что про моих детей мне не надо, мне не надо хвалить, главное не говорить про них ничего плохого. Я думаю, что в граждане вам нужна похвала, потому что если вас не хвалят, то вы какая-то не такая. Вот я так же поступаю, когда муж обращается за поддержкой, я выставляю виноватым дураком и детскому злость. Ну, это может быть злость на маму, первое, второе. Вы с мужем можете выстраивать отношения по принципу родителя-ребёнка. То есть, вы для мужа можете быть за родителом. В любой ситуации, когда что-то идёт не так, муж опоздал, написал на работу или уронил что-то, сказал что-то не так. Не только муж с родителями, так и я начинаю обзывать плохими словами его. И так взгляд, схема, не по-моему, злость, унижение через открепление. Как это исправить? Ну, нужно разобраться с тем, на что именно вы злитесь, да. С чем это связано? Вот, и там нужно смотреть, как с этим работать. Как это исправить? Психотерапия. Может есть психологические приёмы, когда я могу это смотреть? Нет. Нет. Это эффективнее делать со специалистом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.